Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На гитаре, на скрипке. Можете себе представить, шахтер, трудовые такие, пальцы. Играл на скрипке вибрато, я думаю, что у меня так не получится. Ну вот, играл на виолончели. Сам сконструировал цимбалы, играл на цимбалах. Виолончели сконструировал, на трубе играл в оркестре, в самодеятельном. Ну вот такой большой любитель музыки был. Я помню, мы сидели на диване. Он сидел с этой стороны, а с этой он играл коробочку. Ну это коробейники в таком простом варианте. И вот он сыграл одной рукой. Вернее, ну да, я его попросил, я говорю, папа, покажи мне мелодию. Он терциями сыграл одну фразу, я за ним повторил. Вторую фразу, я за ним повторил. И вот в пять лет баян перешел ко мне на колени. Что касается сегодняшнего дня, конечно, баян – это современный инструмент во всех планах, поскольку на нем, но если раньше на нем играли в основном на свадьбах, праздничные застолья, на демонстрациях, пели песни. А почему? А потому что он транспортабельный инструмент. Его можно легко с собой взять. Ну скрипку тоже можно с собой взять, но там нет аккомпанемента, там только мелодическая сторона. У рояля есть аккомпанемент и мелодия, но нетранспортабельный. А баян во всех смыслах подходит, плюс к тому очень певучий инструмент. И поэтому тему с вариациями, тут любой баянис всегда умел сыграть, любую песню саккомпанировать, поэтому он горячо любим был всегда в народе. В 1870 году Белобородовым была сконструирована хроматическая гармоника, это прототип баяна, а потом уже в 1907 году появился сам так называемый уже баян. Ну баян – это в народе имя известное, а вообще на самом деле это баян-сказитель, вот отсюда это слово идет, назвали его баяном. Кстати, на Западе наш инструмент называется аккордеон, но он называется кнопочный аккордеон. Вот там, где фортепианная клавиатура – это клавишный аккордеон, там, где кнопки, как у нас баян, это кнопочный аккордеон. Но в связи с тем, что современные композиторы, в частности Губайдулина, всемирно известный композитор, кстати, она отмечает 85 лет в этом году осенью, она, когда пишет сочинение для баяна, она всегда по-английски или по-немецки, там у нее издательство Сикорский в Германии, пишет баян, она не пишет аккордеон. И поэтому русское слово баян уже приживается и за рубежом. Как факультет, такое серьезное, постоянное профессиональное образование мы стали получать с 1948 года в Институте имени Гнесиных в Москве. После этого сейчас у нас во всех вузах в России открыты кафедры и факультеты народных инструментов, в частности баяна и аккордеона. То же самое есть и на Украине, и в Белоруссии, и в Европе. В общем, сейчас и в Хельсинки есть, в Академии Миссибелиуса, в Париже, в Национальный консерваторий, в Торонто, ну и так далее, и так далее. В Ганновере, в Германии, в Осло, в Норвегии, в Копенгагене. То есть во всех крупных городах Европы, Китая, естественно, и России есть классы баяна. Поэтому вот играем мы современную литературу, играем с симфоническими оркестрами, с народными, в ансамблях, соло. Самый современный репертуар. Поэтому можно сказать, что это инструмент, один из самых молодых инструментов академической сцены. Но и он современен, конечно. Когда она написала сонату, это к спекту, в то время она писала на религиозные сюжеты, это к спекту, это в ожидании, в ожидании второго пришествия Иисуса Христа. Сонату я выучил наизусть, пригласил ее в институт Гнесиных, где-то у меня в подвале класс был, я помню, мы там после исполнения много общались, она что-то ей понравилось, что-то она немножко переелала впоследствии. И потом вдруг она пальцем так показывает на мой инструмент и говорит, вы знаете, за что я люблю это чудовище? Я внутренне напрягся, мне стало так чудовищем назвала, за то, что оно дышит, сказала она. Это ее слова. «Ни один другой музыкальный инструмент так не дышит, как баян». Это ее слова, которые я поместил в какой-то то ли статье, то ли на компакт-диске. И после этого стали все цитировать эти слова. Ну, естественно, это очень яркая фраза, яркая мысль. Но я спустя годы прочел высказывание Игоря Стравинского. Он сказал, я не люблю орган, этот монстр не дышит. И вот мне показалось, что то ли Губа Айдулина знала отзыв Стравинского об органе, то ли она просто спонтанно пришла к этой мысли. Но мысль замечательная, баян действительно дышит, и дышит так, как никакое другое настроение. На днях наш министр культуры Мединский сказал, что те, кто окончили музыкальную школу или школу искусств, ни один из них не попал в тюрьму. Это хорошая информация, хорошая. Значит, если ребенок вне школы не бегает по улицам, а занят каким-то художественным творчеством, вы вспомните, как раньше, когда я учился, у нас столько кружков было, музыкальные, танцевальные, драматические, фото юных натуралистов, рисовальщиков, художников, чего только не было, все были при деле. Еще если музыкальная школа была открыта, мы туда ходили с удовольствием. Мне кажется, художественно образованный человек, он и жизнь пройдет интереснее, и пользу принесет большему обществу. Народная мелодия – это тоже авторский продукт. Вот мы говорим, народ сочинил. Народ не сочиняет. Народ не может одновременно в какой-то деревне пуговкиной какой-нибудь выйти, и сто человек хором вдруг ни с того ни с сего запеть. Светит месяц, светит яркий, да еще со словами. Значит, у каждой песни есть какой-то автор текста и автор мелодии. Просто, значит, этот человек, который раньше сочинил, еще во времена, до того, как записывали это все, еще, наверное, у нас до нотной, так сказать, грамотой мы называем это, сочинил замечательную мелодию. Какой-нибудь там человек сочинил к ней текст или наоборот. И эта мелодия стала резонировать. Народ подхватил, оно пошло, пошло, и постепенно, может быть, выкристаллизовывалось. Даже вот Соловев Седой как-то, я помню, по телевидению говорил, что подмосковные вечера, он там сочинил так, а в народе запели чуть-чуть по-другому, и он пошел на поводу, говорит, а пусть так будет. Вот эта знаменитая его песня, да. Ну, так что народ, он шлифуется, народ, в общем, оказывается прав. Что такое волшебство? Волшебство – это когда невозможно словами отобразить какое-то чудо. Вот, мне кажется, музыка... Конечно, мы ее рассказываем, мы изучаем историю музыки, мы даем какие-то сюжеты каждому произведению. Но когда в зале звучит музыкальное произведение, никто не перебирает в память, а что там в учебнике написано об этой симфонии. Мы просто слушаем то, что композитору послано было свыше, и то, что, скажем... Ну, вот никогда не было, скажем, сороковой симфонии Моцарта. Вот родился Моцарт, и кто-то сверху повел его рукой и записал это. И симфонии, эта гениальная музыка появилась. Вот ее не было, она вдруг появилась. И вот мы сидим и слушаем ее, и наслаждаемся. Вот это и есть чудо. Иногда вдруг снится, как будто я что-то такое сочинил. Ну, я, в общем, не композитор, и, может быть, хорошо, но я много делаю, скажем, переложения, редакции, транскрипции. Ну, то есть какая-то творческая работа всегда есть. И, может быть, это как-то откладывается, и вдруг иногда думаешь, о, что-то такое очень интересное в голове звучит. Надо бы записать. Но просыпаешься, естественно, это все куда-то улетучивается. Но гораздо хуже, когда просыпаешься в холодном поту, что ты вот на концерте, и что-то не получается. Вот это вот уже хуже. Поэтому лучше уж пусть, так сказать, во сне будет что-нибудь связанное с чудом. Есть люди, скажем, с Крябин, которые видели тональность в цвете. Я в цвете музыку не слышу, и абсолютное большинство людей не слышат в цвете. Но мы можем различить в музыке какие-то мрачные, темные моменты, или светлые, лирические, или юмористические. Это все подвластно, и музыка это передает. Говорят, что у многих, так сказать, не хочется сказать бандитов, но вот таких вот людей, связанных с криминальными структурами, у них почему-то говорят классика в основном на телефонах, там Моцарт, что-то еще. А у людей, которые занимаются серьезной музыкой, у них, наоборот, легкие рингтоны. Но вот у меня до недавнего времени была какая-то австрийская, вот эта тирольская мелодия с гармоникой. Вот это очень любопытно, очень весело было. Когда у меня в классе иногда вдруг звонит телефон, мои студенты всегда переглядываются, улыбаются. Столько произведений хотелось сыграть, ну, просто не хватает жизни, поэтому я даже не хочу перечислять, какие произведения я не сыграл. Но я доволен тем, что все-таки мне удалось большую часть того, что я задумал в жизни сделать, сыграть. Вновь записано 27 компакт-дисков, всего их более 40 в различных изданиях. И там, конечно, очень много и классической музыки, и испанская, и французская, и русская, и картинки с выставки Мусоргского, и современной музыки, и там гапитсолы, которого мы, кстати, впервые в Советском Союзе начали играть тогда. Так что, в общем, все направления объяты, и до сих пор я рад, что композиторы дают мне новые сочинения, посвящают. Я этим горжусь, горжусь, и, конечно, хочется еще много чего сделать. Ну, например, концерт с премьерой Софьи Азгатной Губой-Дулиной под знаком Скорпиона. Мы играли две премьеры. Одна была в Стокгольме с симфатическим оркестром Радио Швеции. Манфред Хонак был дирижер. А вторая премьера была с Владимиром Юросским в Роттердаме, в филармонии. А эти два оркестра как раз заказали это сочинение. Это остается в памяти. Остается в памяти концерт, скажем, тот же концерт под знаком Скорпиона я играл с оркестром BBC в Лондоне в зале Барбикон 2000 мест. Яншлаг был. Сама Губой-Дулина была. Конечно, это и для меня самого событие. Наверное, немало открыто. Ну, скажем, мною три книги написаны. Мною сделано немало и записей, и переложений, и транскрипций. Но самое приятное, что ведущие композиторы России стали писать для Баяна. Они, правильнее сказать, в принципе, не для меня писали. Они посвящали. Я первый исполнитель, поэтому вот, наверное, в этом и называется открывать неведомое. Ну, музыка – это просто моя жизнь. Какая она, я уж не знаю. Это просто моя жизнь. Редактор субтитров А.Семкин